Минтруд России разъясняет, как проводится специальная оценка условий труда в организациях микро- и малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей. В ведомстве напомнили, что указанные категории работодателей по общему правилу не освобождены от обязанности по проведению соут. Однако, если у ИП отсутствуют наемные по трудовому договору работники, то спецоценка у него не проводится. Также соут не проводится, если ИП привлекает специалистов на условиях аутсорсинга или если такие специалисты работают на дому или дистанционно и у них отсутствуют постоянные рабочие места. Кроме этого, Минтруд намерен разобраться с проблемами досмотров офисных работников. Планируется признать утратившим силу пункт 3.2.2.4 перечня, которым к числу вредных факторов отнесено электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПВМ. В ведомстве отмечают, что работа на компьютере, как таковые, не являются работами с вредными или опасными условиями труда и не связаны с высоким риском получения производственных травм и профессиональных заболеваний. Изменения планируется внести уже в августе этого года. И об отпуске. Минтруд России оценил правомерность предоставления работникам отпусков в выходные дни. Трудовым кодексом не установлен запрет на предоставление отпуска работнику в случае, если начало отпуска приходится на выходной или нерабочий праздничный день. Вместе с тем, предоставление ежегодного отпуска исключительно в выходные дни не будет соответствовать требованиям трудового законодательства. Однако, предоставить отпуск исключительно по выходным дням и соблюсти при этом все требования закона невозможно. Ведь для этого отпуск придется разбить как минимум на 14 частей, по два дня. А согласно статье 125 ТК РФ, хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Формально из ТК РФ никаких препятствий для этого разбития отпуска на части не следует. Его правомерность признают в своих многочисленных консультациях и специалисты Роструда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова